В преддверии праздников Госконтроль Беларуси продолжает масштабный мониторинг цен и ассортимента в магазинах. В целом ситуация на потребительском рынке стабильная, однако нарушения все же есть. Недобросовестные продавцы необоснованно завышают стоимость товаров более чем на 50%. Уже приостановлена работа свыше 10 торговых объектов по всей стране. Правительство меняет правила школьного питания. Теперь не нужно платить за дни, когда ребенка не было на учебе, но предупредить об отсутствии необходимо накануне. Также ученики 5-11 классов, которые приезжают из сельской местности, смогут обедать бесплатно по решению местной власти. Обновленное положение заработает в третьей четверти. К концу пятилетки в 300 малых городов и деревень проведут газ. В этом году голубое топливо появилось в 20 тысячах квартир по всей стране. В эксплуатацию ввели около 800 километров газопроводов разных категорий. К домам поступит и электричество, которым будут отапливать жилфон и нагревать воду. К 2025 условия жизни улучшат в 1800 населенных пунктах. В стране почти в пять раз увеличилось количество жертв телефонных мошенников. В большинстве такие преступления происходят под предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы стали виновниками, либо участниками ДТП. Особо активно злоумышленники атакуют пенсионеров. По итогам 11 месяцев потерпевшими признаны свыше 10 тысяч пожилых людей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Могилевской области подвели итоги благотворительного телемарафона «Согреем детские сердца» в рамках акции «Наши дети». На счет поступило 91 700 рублей. Их направят на приобретение интерактивного оборудования для ребят, которые занимаются в областном коррекционном центре и Бобруйской специальной школе для детей с особенностями слух. Продолжение следует...